Окей, мы едем по стрит-роуд В восточную сторону В общем-то это в сторону реки Делавэ Вот с этой точки я еще не показывал Поэтому сейчас проедем Новыми улицами Может вам будет интересно Сейчас я немножко уменьшу скорость И мы сейчас поедем немножечко такими Маленькими улицами Сейчас погода хорошая Я думаю, что будет хорошая видимость Сейчас простегну ремень Смотрите какие высокие Красивые ели Сосмы Вот эти маленькие улицы Бакс Каунти Пенсильваги Вот такие домики Есть старые Такие очень Зачуханные А есть ничего Есть Двухэтажные Одноэтажные Есть трехэтажные Все зависит от достатка человека Но в всяком случае Здесь в Бакс Каунти Все люди живут неплохо Вот видите Везде американские флаги Даже чтобы мы не забывали Что мы живем все-таки в Америке В Соединенных Штатах Вот посмотрите Какое место прекрасное Ну просто лес Не улица А лес А вот там наверху Если вы видите Там идет Вот Заграждение Справа Это заграждение От трассы Называется 95-я скоростная дорога Автобан Вот она закрыта Эта трасса Бетонной стеной Чтобы здесь людям Не мешать Шумом И какой-то там Определенной загазованной Здесь думают О людях Думают Есть свои проблемы И эти проблемы Чем дальше Тем больше Потому что Когда мы приехали В 89-м году В Америку Это была другая Америка И Это не совсем хорошо Что происходят Кое-какие События Которые Не украшают Социальную жизнь Америки Но это все Жадность Крупных компаний Которые В общем-то Как спруты Подгребли под себя Весь бизнес Практически Когда мы приехали В Америку Здесь были Кругом Было Ну вот сейчас Посмотрите Налево Очень много Маленьких Бизнесов Притом Это все Авто Body Shops В основном Collision Центр Это все Что по починке Машин Механики Рихтовщики Вот один за одним Один за одним Половина из этих Бизнесов Владеют Эмигрант Вон Антошка Детский сад Мы проехали Название Антошка Понятное дело Что это не Японский детский сад А русский Вот Киди Академи Это американский Детский сад Справа Девелопмент Новые дома Построены Где-то лет пять Дома назад Практически Половина там Живут В этих домах Половина Тех людей Которые приехали Из России Украины Уже даже не из бывшего СССР А уже из этих всех стран Постсоветского пространства Сейчас мы едем по улице Которая называется Филмонт Филмонт Авеню И сейчас мы выйдем на улицу Которая называется Баслтон Баслтон Авеню Которая является Основной трассой Норд-Ист Филадельфии А Норд-Ист Филадельфии Это практически район эмигрантов Здесь проживает Всего населения Порядка где-то Трехсот Четырехсот Тысяч Это большой Самый большой район Филадельфии И из этих Трехсот Четырехсот Тысяч Как минимум Сто тысяч Эмигрантов А может даже Сто двадцать Потому что Только эмигрантов Из постсоветского Пространства Примерно Ну Семьдесят Восемьдесят Тысяч Поэтому к нам Ну у меня бизнесы Были в этом районе Поэтому я точно знаю Демографию Я знаю Финансовые возможности Людей У меня бизнесы Были в течение Пятнадцати лет Магазины назывались Итало Мода Можете на гугле Даже погуглить Итало Мода Формен Итало Мода Байсен Зелмен Итало Мода Спорт Это все мои магазины Поэтому Поэтому Практически у нас Было постоянной Клиентуры Две тысячи человек И мы Обслуживали всех На высшем уровне Девяносто процентов Продукции Поступало Из Италии Англии Франции В основном Из Италии Германии И Здесь Только 10% Моей продукции Было Сделано В каких-то Других странах Поэтому Это был Upscale Store Upscale Это говорится Магазин Так сказать Высшей моды Ну Я В общем-то Еще в бывшем Советском Союзе До 89 Года Занимался Тем же Но только У меня не были Магазины А у меня Были Ну Это так Назывались Ателье Потому что Я С 86 Года Занимался Так называемым Кооперативным Движением Но Честно говоря Я не делал То, что делали Все А Практически Занимался Индивидуальные Заказы Мы делали И делали Дизайнерские Заказы Для Больших Fashion Show Я в то время Дружил С Михаилом Ворониным С Славой Зайцевым Это так Маленькая Вставочка Ну вот Продолжаем Путешествие Сейчас Время Не очень Хорошее Для путешествия По улицам Видите Вот В левом ряду Все хотят Поворачивать налево Из-за этого Трафик А правый ряд Оказался Свободный Ну Мне Значит Повезло Значит Мне повезло Вот И мы продолжаем Своё движение По улице Вот справа На этом Шоппинг-центре Был один Из моих Магазинов Вон Видите Спиричев Волт Справа Это Там Наши Очень умные Русскоговорящие Ну Как говорится Крутят людям Мозги Типа Гаданием Занимаются Типа Они сами То русские Но Почему-то Они По цыган Косят Ну Вот Лишь бы Деньги Зарабатывать Кто Как умеет Кто Нашел Чився Как оказалось В Киеве На Украине Мыли Вот Справа Дендал офис Тоже Это мой приятель Держит Дима зовут Впереди Лео мол Лео мол Видите Лео мол Лео Лео Это Лео А мол Это Как бы Объединение Магазинов Когда Магазины Находятся На одной Какой-то Площадке Такие Площадки Называется Мол Посредине Обычно Большой Паркинг Сейчас вы увидите Вот впереди Магазин The Home Depot Отлева Бистро Дайнер Впереди Это Сеть Крупнейших Магазинов По Строительным Материалам И домашние Утвори Там есть все Видите Там даже Вот Норсери Написано Это там Всякие растения Можно покупать И Выращивать Ну в общем Все 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 А впереди Вы видите Net Cost Market Вот я приехал В этот Net Cost Market Который является Супермаркетом Продуктовым Будем говорить Это Русскоязыч Для русскоязычных Людей То есть Люди Которые Создали Этот бизнес Они Они Сами Между прочим Там Четыре Хозяина И они Имеют Магазины В Нью-Йорке Они Имеют Магазины В Филадельфии Чикаго И я думаю Еще в других Городах Это Большой Супермаркет Мы Сделаем Съемку Там Средине И там Практически Все продукты Которые Мы Привыкли Есть И Раньше Американцы Не ходили В такие Русские Супермаркеты Он еще Ресторан Мелодия Впереди Тоже Понятное Дело Наши Хозяева И В этом Магазине Вы посмотрите Какой ассортимент Практически Все Ну Начиная Черная Красная Икры И кончая Черным Украинским Хлебом Ну И все Что в промежутке Я делаю Репортаж Магазин Отпросим Ок Чао Пока То что я Вам Обещал Вот реклама Идет Ресторана Самарканд А я делаю Рекламу Магазина Нет Кост Маркет Посмотрите Все Есть Но Это Не Ресторан Самарканд Это Магазин Называется Нет Кост Маркет Магазин Я делаю Аккория Я делаю Аккория Для Костя Скажите Здорово 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 Украина Здорово Украинскому Почему Не Они Скажите Нет Камера Реклама Реклама Заг 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 Это почему я говорил с ним, потому что мы адвертизировали в магазин, и мы должны идти в Сиэнбит. Я понимаю, там еще в магазине дорогой одежды, там где какие-то там цены по 2-3 тысячи долларов, они не хотят, чтобы конкуренты видели. Во-первых, я не снимал никакие цены, я снимал общий вид магазина, как бы им для рекламы. Ну, по-видимому, им не нужна реклама, им и так хорошо. Ну, будем знать теперь, посмотрим, посмотрим дальнейшее развитие событий. Я им обещал, что я буду о них только хорошо говорить в этой съемке. Ну, и продолжаю говорить хорошо. Это их частный магазин, и это их выбор. Не показывать себя, свой товар, свой интерьер. Да бог с ними, я уже забыл о них. А сейчас мы проедемся по улице Баслтон, уже теперь в сторону моего дома, в сторону Бакс Каунти. И ради интереса я специально зайду теперь в магазин Американский супермаркет. И буду делать съемку в Американском супермаркете. И мне интересно, что они мне скажут. Во-первых, там нет никакого security. Во-вторых, я думаю, что проблем не будет никаких. Но я не знаю, посмотрим. Вот справа видите кондоминиумы. Написано Federation Housing Incorporation. Имеется в виду, что там в основном вот тут вот живут старики, которые, вот как раз две старушки идут, которые находятся практически на государственном обеспечении. Квартиры у них, государство оплачивает большую часть. Ну, все, им платят. За медицину им платят. Вот справа тоже, видите, real estate, bakery, pharmacy, тоже такой маленький шоппинг-центр. Вот, сейчас, смотрите, подъедем, чтобы не стоять. Я не люблю стоять в длинных хвостах. Вот видите, лава. Написано лава. Это ресторан лава. Тоже русские владельцы. Кафе лава. Now open. Практически половина бизнесов здесь вокруг, это русскоязычные американцы. Притом из разных мест. Еще раз вернусь к магазину Net Cost Market. Менеджера звали Виктор. Парень такой лет под 30, не больше. И явно он из Средней Азии. Думаю, из Узбекистана. Потому что два хозяина магазина Net Cost, не магазина, а сети магазинов, они из Узбекистана, они из тех мест. Поэтому они на работу набирают, там у них большая часть работает людей из Узбекистана. Видите, как нагло взял и перед носом он проехал. Не имел права. Он справа билборд. Хапман, Майкл, Стейнберг. Это все лойеры наши местные, бокскаунтские, я их знаю всех троих. Но я пользуюсь заслугами другого лойера, который имеет большой офис прямо около Сити Холла. Я с ним уже 23 года. И имея такого лойера, проблем у меня нет. Ну, во-первых, не нужно ничего делать, какого противозаконного. Вот Food Basic справа, тоже очень большой супермаркет. Вот сюда я не буду заходить. А зайду в супермаркет около моего дома, который называется Giant. Вот Duncan Tualnance направо. По этой дороге мы уже ехали. И уже не раз я показывал съемки этой дороги. Может быть, я даже вырежу это. Видите, въезд в Бакс Каунти, Саус Эмптон, Бакс Каунти. Вот это была граница Филадельфии. Вот этот кусочек дороги я вырежу, наверное. Даже не буду сейчас комментариев никаких делать, потому что я вырежу. Вот справа Nissan, слева Nissan. Дилершип. Продажа новых автомобилей. Я этот кусочек дороги быстро проезжаю. Еду со скоростью примерно, даже не примерно, а точно 70 км в час. Speed limit 45 miles. Это 60 км в час. Ну, чуть-чуть быстрее. Окей. Вот тут внизу проехали мостик. Там внизу 95-я дорога. Это такая серьезная скоростная трасса. Вот справа Friendless. Еще справа Whip Fashion. Мои знакомые держат в магазин свадебных платьев. Бизнес очень тяжелый. Большая головная боль. И заработка там никакого нет. Но, кто нашел в Чирсе? Они, между прочим, родом из Мариуполя. Эти хозяева этого магазина. Вот мы находимся на перекрестке стрит-роуды Баслантон-Пайк. Здесь полкилометра до моего дома. Это такой очень загруженный перекресток. Особенно сейчас время 7.30 вечера. Вот видите, как в 7.30 вечера такое заходящее солнце. Очень красиво все. Впереди такие ели. Справа Walgreen Pharmacy. Это такая сеть аптек. Самая большая в Америке. Одна из самых больших в Америке. Может, даже самая большая. Там в этих аптеках продается практически все. И вот перед нами как раз уже магазин Giant. Видите, красными буквами справа. Это не магазин. Это сеть. Крупнейшая сеть супермаркетов. Между прочим, хозяева живут где-то в скандинавских странах. И имеют в Америке здесь сеть магазинов. Вот впереди OfficeMax. Это уже само название говорит. Это очень большой магазин. Там все для офисов. Вот. А мы едем. Вот впереди, между прочим, ресторан Самарканд. Который как раз рекламируется там в Net Cost Market. А сейчас мы подъезжаем к Giant. Ну, вы же понимаете, что ресторан Самарканд это тоже, конечно, хозяева. Не американцы. Люди из Самарканд. Впрочем, неплохой ресторан. Хорошо кормят. Окей. Идем в супермаркет. Супермаркет называется Giant. И вы видите, здесь красота, чистота. Никаких security, никого такого нет. Да, так что мы стоим сейчас на плазе, на паркинглад, на паркинге перед магазином супермаркетом Giant. Ну, вы видели, там никаких security нету. Никто ко мне не подошел. Единственное, что, что закончилась батарея. Заряд на батарейке закончился на моем телефоне, поэтому я не смог больше снять. I'm sorry. Next time. В следующий раз. Ну, вот видите, вот этот, между прочим, супермаркет open 24 часа в сутки. И там все, как вы видели, есть. А вот ресторан Самарканд. Он тоже работает долгие часы. Вот сегодня пятница, вечер. Я думаю, что там много людей. Видите, прекрасный паркинглад. Вот. Сейчас мы, вот видите, здесь маленький такой, тоже несколько магазинов ряд стоят. И сейчас мы впереди видим The Bug. Это, еще раз говорю, это catering place. И там бар. и маленькая, как бы, гостиница. И тут проводятся всякие мероприятия, свадьбы, застолья большие. Вот сейчас выходной день. Сейчас мы заедем на их паркинглад. И вы увидите, что машин не очень много. Ну, позже люди соберутся. Впереди вон мой коллега. Видите, такси до хэдкватер. Это имеется в виду, что у человека магазин одежды, и у него фраки. В рент. Вот поза белла. Это магазин женских свадебных платьей. Я вам сейчас покажу витрины. Это шикарнейшие платья. Это один из лучших, между прочим, в Бакскаунте магазинов. Видите, какие платья красивые. Вот. Смотрите, какая красота. Вот сейчас проеду специально здесь. Вот ювелирный магазин. Здесь салон, где нет, это маникюрный салон. Перикюрный, маникюрный. Вот видите, вот такие двери. Там зал громадный на двух этажах. Там свадьбы. Вот тут бар. Сейчас вы слышите музыку из бара. Вот тут пальмы такие. Видите, вот люди сидят наверху и балдеют. Видите, live music на гитаре. Отлично. А сейчас я проеду. Видите, практически я живу во дворе отеля. Потому что сейчас мы прямо вы увидите, где мой дом. Как бы за... Вот сейчас видите, вот паркинг лаг. Я тут кручусь немножко. Тут же, между прочим, вот тут вот впереди банк. Видите, написано National Bank. Все под руками. Все для людей. Только для людей. Посмотрите, пустая дорога. Потому что это вечер выходного дня. 7.52 вечера. Пустая дорога. Все где-то в ресторанах или дома. Или уже собрались уехать на океан. Вот сейчас я проеду по моему девелопменту. Я думаю, что сейчас очень хорошо. Видите, Pangate Circle. Вот посмотрите, слева какие прекрасные ели, елки посажены. Это для того, чтобы звук из ресторана, из бара сюда не достигал. Там стена стоит и йод. Вот это справа таунхаузы. Это тоже наш девелопмент. Эти таунхаузы, они поменьше. Площадь меньше, чем синглхаузы, в которой я живу. То есть у нас отдельные дома, а здесь они как бы в ряд идут. Ну, там довольно достаточно. Там 200-250 квадратных метров. Вот видите, здесь уже такой тупичок. И эта дорога тоже Бастлтон-Пайк продолжается. А мы практически живем на Бакроуде. Вот такой вот девелопмент. Видите, у всех по одной, по две машины, у всех гаражи и машины. Если в семье 3-4 человека, бывает 3-4 машины. Это сейчас люди все, видите, уехали куда-то. Наверное, может на океан. Вот впереди вот этот дом был первый построен. Мой дом был второй в этом всем девелопменте. вот человек тоже вот этот второй. Мой дом по счету не второй, но построен был второй. Вот этот дом справа, это люди из Мариуполя. Видите, какой дом красивый. Снова американцы. Справа китайцы. Это люди из Ужгорода. Это мой дом впереди. Это белый дом справа. Жорик из Одессы. Это живут бакинцы. Вот справа видите, у них целая куча машин, потому что у них два сына и бизнес. Вот у нас видите, свободная зона. Эта поляна принадлежит к нам, нашему девелопменту. Вот еще один американец здесь живет. А здесь живет человек из Тишинева вот впереди. Вот так вот примерно мы живем. И хлеб жуем. И слава Богу. Ну, у нас здесь много проблем. Но это наши проблемы. Мы не на чужую голову это не перекладываем. Поэтому и вам того же желаем. Всего наилучшего. Будьте здоровы.